Что-то у нас редковато в пятницу, но ничего. Слово Божие говорит, где два и три собраны во имя Господа. Там посреди них Он. Я так думаю, что этот день, он непростой день был. У каждого была своя дорога, свой путь, свое борение, но Дух Божий привел вас в дом Божий. Слава Господу! И мы будем продолжать наши сражения. Сражения с неверием, сражения с нашими переживаниями, трудностями, с мыслями, с какими-нибудь наболейшими нашими переживаниями. Ну и как важно, чтобы, знаете, вот была вот эта Божья вера. Я как-то сегодня тоже кричал пред Богом, чтобы Господь дал Божию веру. Не простую веру, но чтобы Божию. Нашей веры часто не хватает. Не хватает только веры, чтобы прийти, открыть веру, молитву над дома и сесть на скамейку. Вот это наша вера такая часто бывает. Но Слово Божие, оно требует от нас такого близкого предстояния пред Господом. Священное Писание говорит сблизиться с ними, что их будешь спокойным. Но как быть спокойным, когда мы его не видим, когда мы его должны ощущать только нашим сердцем. Я сегодня перед началом нашего молитвенного служения, мне почему-то сегодня целый день стоит в сердце образ этой женщины, которая имела огромную нужду пред Господом. Она настолько имела большую нужду, что у нее не было ни до себя, ни до близких, ни до друзей. Потому что, когда она встретилась с Ним, у нее было особое прошение. Ей было все равно, что будет с нею, что на нее скажут, что о ней подумает Он, что подумает. Вы знаете, мы часто иногда даже не допускаем мысли, что думает о нас Господь. Вот что Бог думает о нас. Ну, мы иногда предполагаем, что люди думают о нас. Мы иногда допускаем мысли, что кто-то о нас сказал, что кто-то и подумал о нас. А вот важно, знаете, что Он о нас думает, что о нас думает Господь. Для того, чтобы нам задаться такой мыслью, то, вы знаете, порой даже страшновато. Потому что, может быть, Он думает совершенно что-то другое обо мне и о вас. Знаете, и потому наше предстояние перед Господом и молитва, она очень имеет большое влияние с каким мы сердцем сегодня пришли на это место и что я хочу услышать от Него. И вы понимаете, мы догадались, о какой я буду женщине читать, это Матюя 15 глава и 21 стиха. И вышед оттуда Иисус удалился в стране Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананьянка, вышедший из всех мест, кричала Ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко объяснуется. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики Его, приступивши, просили Его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим оусам дома Израилева. Она подошла, кланялась Ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему. И исцелилась до Тебя тотчас. Товоле каждый раз, когда я читаю это местописание, оно как-то мне все-таки больше и больше показывает, насколько Господь, Иисус, Он наблюдает за нашим сердцем. Насколько важно, чтобы, знаете, вот наша внутренность, наше сердце, оно соответствовало какой-то Божьей волне, которая идет к нам, и она сегодня пытается, эта волна Божия, Дух Святой, Он дает свою волну, и мы должны на эту волну встать. Я помню, что когда мы еще были в России, я думаю, и Белоруссии, и кто на Украине, вы помните, как эти вот помехи, они сильно, ну, как бы, гасили вот эту волну, когда мы пытались услышать Слово Божие, которое передавали с Америки, передавали с Канады, чтобы нам, мы могли услышать эту проповедь, насколько эти помехи, они задавливали вот это Слово, насколько нужно было хорошенько эту ручку вэфа крутить, чтобы попасть на ту волну, на которой мог проговорить Дух Святой, и что Он мог сказать. И вы знаете, вот это вот было для нас очень большое старание, я так думаю, что того времени никогда никто не поймет, кто не переживет, когда в вечерний час не было телевизоров, люди не держали телевизоров, не было телефонов, но вэф, хоть какой-нибудь старый приемничек стоял у нас, и мы могли как-то, знаете, попытаться настроить, чтобы услышать, что с Монте-Карло там где-то что-то говорить, и как оно ценно было, вот это зерно Слова Божьего, которое упадало в наше сердце. Сегодня мы имеем очень много Слова Божьего, но так часто оно пролетает мимо наших ушей и убегает не туда, куда надо, поэтому Священное Писание говорит, что надо наблюдать за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готовы в поле к слышанию, нежели к жертвоприношению. Почему так важно? Потому что написано, что вера от слышания, что Слово Божие. И вот эта женщина, заметьте, что в этом месте, где я прочитал, написано, и вышед оттуда Иисус удалился в стране Тирско-Исидонске. И именно в этом месте Иисус никого больше не исцелил, ни с кем больше не встретился. В это он место пришел, как будто специально пришел для того, чтобы встретиться с этой женщиной. Потому что если дальше мы читаем и внимательно читаем, то здесь написано в 29 стих, Иисус перешел оттуда, пришел к Иисусу к мору галилейскому. Он просто не стал задерживаться даже там. Но представьте себе, там произошел очень такой чудный эпизод разговора вот этой женщины, которая имела великую тяжбу в сердце своем. Она настолько была как бы отягощена в этой тяжбе, потому что мы даже не представляем, что как иметь дочь, которая жестоко беснуется этой нужде. Казалось бы, нету даже места. Я помню, я вам рассказывал, на утрешних собраниях, я рассказывал, что я помню, у меня была одна сестра в пожилом возрасте, это в темрике, она имела вот эту бесноватую дочь, а ей ничто не могло удержать, она переломала всю мебель, она уничтожила все то, что было в доме, она все сломала, ее глаза так быстро наливались, что просто страшно было смотреть. И вот эта женщина такая, она пришла, и она искала утешение у Иисуса, искала утешение у многих. Поэтому, знаете, как важно, что вот сегодня я пришел на молитву пред моим Господом, я пришел навстречу пред моим Господом. Можно просто так посидеть в доме Божьем, можно просто так посидеть и своему мыслям отдаться, можно немножко подребать на скамейке, можно немножко где-то повитать мыслями, даже плотно-то на Украине побывать, в Белоруссии побывать, потому что мозг наш имеет способность, он далеко быть, но эта женщина, она вдруг что-то поняла, она вышла из тех мест, здесь написано оттуда, из стран Стирских и Сидонских, с этих мест, и кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дождь моя жестоко объясняется, она много не говорила. Если мы дальше посмотрим, то единственная ее молитва была. Послушайте, она говорила, помоги мне, Господи. Вы знаете, почему я сегодня говорю об этом? Я сегодня как-то так, у меня не было другой молитвы, поверьте мне. У меня сегодня не было ответственность, которая на мне лежит, ответственность, которая на всех нас, но на мне она лежит, церковь, люди близкие, заботы другие. Я тоже кричал подобной женщиной, я так думаю, может, у меня не сильно получилось, но я говорю, помоги мне, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне, Господи. Знаете, без помощи Господней мы не можем прийти в Дом Божий, без помощи Господней мы не можем склониться, без помощи Господней мы не можем сказать ласковое слово, без помощи Господней мы не сможем участвовать в любопроломлении, без помощи Господней мы не сможем быть тем добрым материалом в руках Господа, чтобы Он нас употреблял на дело свое. Помоги мне, Господи. Иисус долго молчал, поверьте, Иисус долго молчал. Я не знаю, сколько нам придется молиться такой молитвой, как эта женщина, но она, видно, долго и шла за ними, и кричала. Ученики не выдерживали, говорили, отпусти ее, она же кричит за нами, она кричит, она просит помощи, а он молчал. И плюс из его уст исходит такие слова, что нехорошо мне взять хлеб у детей моих и дать псам, дать себе нехорошо. Представьте себе, у нас сегодня маленькое слово выходит из наших уст, и у нас выстает обида такая, что ты ее никак, никакими воровками не свяжешь, ничего не удалишь из нашего сердца. Такие мы стали гордые, надменные. А эта женщина, она говорит, хорошо, Господи, но и псы, псы, это было самое такое унизительное выражение, питаются говорить крохами, падающими со стороны Господь. Вы знаете, путь идти за Господом, это, братья мои, сестры, не путь гордости, это путь глубокого смирения, потому что Священное Писание говорит, а вот на кого я призру? Насмиренного, сокрушенного и трепешешего пред Словом Моим. Представьте себе, мы не можем другого найти, и потому именно написано, что смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас в свое время. Он много не решил ее нужды, но когда он увидел вот этот осмиренный ответ, он понимал, он увидел, что сердце этой женщины, оно не расходится с ее словами, которыми она говорила. Она просила о помощи, она говорила, помоги мне, Господи. У нас же другой раз, мы хочем, помните, я во вторник утром говорил такое слово, что признавайтесь друг другу в проступках ваших, чтобы исцелиться, ибо много, может, усиленно молитва праведного. Но я говорил о том, что нам хочется, чтобы так признаться, чтобы никто не услышал его. Да забудь про это. Если у тебя скорбь, то эта женщина, она забыла про все. Ей не стыдно было кричать перед Иисусом, Иисус, помилуй меня, помоги мне, потому что дочь моя, дочь, я так думаю, она кричала, Иисус, дочь моя жестоко беснуется, дочь моя здесь недолгие, что мне эти люди, что мне то, что ты назвал меня псом, мне все равно, мне надо, чтобы нужда моя покрылась тобою, чтобы ты покрыл ее. И он посмотрел на нее, потом сказал, о, женщина, берега вера твоя. И дочь ей написано, тотчас исцелилась. Братья и сестры, священное писание, оно заставляет нас, чтобы не быть нам лицемерными, особенно, когда мы приходим перед Господом. Бог не любит лицемерие, Бог не любит лукавство, Бог любит чистоту мыслей, хотя так больно, когда ты по-простому обращаешься с людьми или по-простому обращаешься с другом. И если так больно, когда кто-то тебе сыплет, сыплет что-то там на рану тебе, так больно, когда на том месте кто-то еще тебе перца сыпнет, чтобы тебе было еще тяжелее, ну пусть сыплет. Я заслужил того, но женщина понимала, что она заслужила того, чтобы ей даже и не называться, возможно, псом ее назвал сам Господь. Представьте себе, но она точно понимала, вера ее, она давала ей такую силу, что она точно понимала, что дочь моя, она будет нормальной девушкой. Слава Богу! Слышишь, хочешь, чтобы сегодня нужда твоя покрылась перед Господом. Независимо, какие волны на тебя нападают, какие буры тебя отятят, какие близки на тебя летят, какие слова гневные на тебя идут, какое такое безобразие льется на тебя, но ты стоишь перед Господом. И этот вечер мне хотелось бы, чтобы мы в молитве, в молитве, чтобы мы очень сильно были, прильнули к нашему Господу. Прославим его. Аминь. Слава Господу! И вся к нему зывая тварь. Мы пропили этот псалом. И Господь наш, Он заботится, написано, что даже за птиц небесных, заботится для того, чтобы они имели пищу, для всех животных, особенно за нас, за детей Его. Поэтому одно, что Он хочет от нас, чтобы мы верили Ему, чтобы мы доверяли Ему. И мы взываем к нашему Господу и о чем-то просим. И люди приходили, сегодня напоминалось об этой женщине, что она тоже взывала к Иисусу Христу. У нее была большая нужда, великое горе. И она взывала. И другие люди, они приходили к Иисусу Христу, когда Он был еще на земле, ходил. И они что-то просили у Него, какие-то нужды, какие-то проблемы, болезни. И всегда Иисус, Он смотрел, есть ли вера в этих людей. Он смотрел, с чем они пришли пред Ним. Или есть действительно эта вера. И Он спрашивал, веришь ли, что Я могу это сделать? Веришь ли ты, что Я могу это сделать? И люди разные приходили, и которые верили. Я даже сегодня читал, Он говорит, что вера твоя, она спасла тебя. Иди с миром. Вера твоя, она спасла тебя. Я сегодня читал Луки, первые главы, и прочитал за одну семью. Это были люди уже в преклонных летах. Они служили Богу. Ихняя жизнь, она была посвящена для Господа. Вся их жизнь. У них не было детей. И даже Елизавету, жену Захарии, ее называли бесплодная. У них была, я так понимаю, нужда, и возможно, ни один раз они молились об этом. И однажды Бог посылает ангела своего, когда Захария служил в храме, с ответом, со словом своим сказать, что Захария будет у тебя сын. Будет этот сын необычный, но он не поверил. Говорит, как это может быть? Я уже в преклонных летах. И ангел говорит, за то, что ты не поверил, ты не сможешь говорить, пока это слово не сбудется. Пока это слово не сбудется. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы верили. Я так вижу, что сегодня, в эти дни такой акцент делается на веру. Почему иногда у нас нет веры? Как уже сегодня напоминалась, вера, она отслышания Слова Божьего. Ищем ли мы сегодня Слово Божие, чтобы услышать Слово от Господа, которое приходит в нашу жизнь, от которого рождается вера, это живое Слово от Господа. Где мы сегодня пытаемся, или мы пытаемся и открываем Библию, читаем ее. Можно читать так и не услышать даже так для галочки читать, как мы говорим, для того, что нужно прочитать две главы, но так нужно читать, чтобы услышать, что Господь будет говорить мне, вот так настраивать свое сердце. Просить, говори, Господи, как Самоил говорил, говори, Господи, потому что раб твой, он слушает, он настроил свой слух, говорит, говори, Господи, я готов услышать, что ты будешь сегодня мне говорить. или мы слушаем иногда проповеди, чтобы наше сердце было настроено услышать, что Господь Он скажет нам сегодня. Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы скоро будем приходить момент воскресения, когда мы будем принимать причастие. Это тоже служение очень важное. И тоже нам для этого необходима вера, чтобы нам приходить к Богу с верою, так, как написано, чтобы наше сердце оно было приготовлено, чтобы сердце наше было готово. И кто помнит, пастыр даже пост объявил на сегодня. Я не знаю, кто был или находится в посте, потому что это очень важный момент, важное служение. И я хотел бы напомнить места из Писания. Я думаю, что они еще в воскресенье будут напоминаться, но я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над Словом Божиим. Поэтому давайте настроимся, чтобы услышать Слово Божие. Луки, 22 глава, 19 стиха. «И взял хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря, сие тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также и чашу после вечери, говоря, сия чаша новый завет в моей крови, которая за вас проливается». и второе место, это 1 Коринфянам 11 глава 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себя, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром, не были бы судимы до этого места. Иисус Христос Он совершил вечеру перед Своими страданиями на кресте. Я прочитал эти места Писания. И здесь говорится, что это творите в Мое воспоминание, это делайте в Мое воспоминание. И Коринфянам я тоже прочитал эти места. И здесь, если вы заметили, говорится 24-25 стих, чтобы мы ели хлеб и пыли чашу, Иисус говорит, что это тоже делайте, сие творите в Мое воспоминание. Делайте это вспоминая обо Мне. Вспоминая обо Мне. Вспоминание это мысленное какое-то воспроизведение прошедшего, то, что сохранилось в нашей памяти. Это воспоминание. Так, ну, словарь говорит, что объясняет это слово, мысленное воспроизведение прошедшего, то, что сохранилось в памяти. Например, мы вспоминаем иногда наше детство, то, что было когда-то, то, что было когда-то. По поводу того, что мы вспоминаем о страдании нашего Господа Иисуса Христа, я так размышлял, что мы можем вспомнить. Мы же там не были, ученики были, они смотрели издали, но были там на этом месте. Но что мы можем вспомнить? Апостол Павел, он пишет и говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Он не был очевидцем, он не видел этих страданий, он не был в Гефсимании, он не был на том месте, но он что-то принял. Он что-то получил, он получил откровение лично, он получил лично от Господа. И вот это то, что мы получили лично от Господа, нам нужно это вспоминать. Мы вспоминаем через Слово Божие, как это было, и Дух Святой нам открывает. Он открывает нам больше и больше на личном свидетельстве, когда мы пережили встречу с нашим Господом, когда Он нам открылся. Вот это нам нужно не забывать, какая жертва была положена за нас. Не забыть самую суть. Также и чашу после вечерей, говоря, сия чаша, Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Эта кровь, она была пролитая за каждого из нас. И Господь хочет, чтобы мы не забывали, что за меня была пролитая кровь. Слава нашему Господу! И я еще одно место прочитаю, это записано уже евреям, 10 глава, 4 стиха. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, восходя в мир, говорит жертве, и приношение ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грехи не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грехи, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Поэтому прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. От меня я первое, чтобы постановить второе по этой, то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Слава нашему Иисусу Христу! Написано, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил не. Почему, как это, я так размышлял сегодня, как это Господь, Бог, Отец, Он не захотел этих жертв? Почему Он просто не захотел? Почему Он захотел другую какую-то жертву, сына своего? Но, я думаю, здесь говорится о том, что вот эти жертвы, их не хватало для того, чтобы наш грех, он был прощен. Нужна была совершенная жертва. Эта жертва нужна была самого сына Иисуса Христа. Слава нашему Господу! За наш грех должна была принестися большая жертва. Это было, этой жертве не хватало просто. Эта жертва, она не могла снять этого греха. Она просто на время покрывала. Но нужно было, чтобы Иисус Христос, Он пришел за нас для того, чтобы наш грех, он был прощен. Слава нашему Господу! Пусть Бог поможет нам, чтобы мы это понимали, чтобы мы в это прониклися этим, то, что Господь Он совершил на нас, за нас на кресте. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы более и более это понимали, чтобы мы вникали в это, потому что это такое служение, причастие, оно очень важное. Оно очень важное. Это то время, когда мы переверяем сами себя. Как написано, что если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Иногда мы судим другого человека. Иногда мы осуждаем другого человека. Но этого права нам Бог не дал. Написано, не суди чужого раба. Пред своим Господом он стоит. Иногда мы можем приносить какие-то определения, выносить, или какие-то приговоры брату или сестры. Пред своим Господом он стоит. Поэтому Слово Божье, оно говорит, о, если бы вы судили сами себя. В эти дни перед причастием, братья и сестры, давайте просто посмотрим свою жизнь. Давайте будем судить себя. Возможно, мы осуждали брата. Возможно, нам нужно покаяться в этом. Если брат, он покается перед Господом, Господь просит его. А я, возможно, хожу и осуждаю его. Возможно, я смотрю на него с коса. Возможно, я слышал какие-то слухи ходят о нем. Братья и сестры, мы все пред Господом. И Господь, Он смотрит на наше сердце. Поэтому очень важно судить себя. Это служение очень важно пред Господом, когда мы смотрим свое сердце. Когда мы сравниваем себя со Словом Божьим. Когда мы ставим свою жизнь на веса и Словом Божьим. Или соответствует оно Слову Божьему или не соответствует. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы не судили другого. Возможно, нам нужно покаяться в этом. Возможно, нужно попросить прощения у брата или сестры. Нам нужно сделать в этом. И братья и служители, они напоминают перед причастием. Если вы не смирясь с кем-то, вам нужно примириться. Вам нужно это сделать. Потому что так требует Слово Божье. Чтобы не быть осужденным. Чтобы принимать это причастие. Чтобы это было не в осуждении, но в благословении для каждого из нас. Чтобы Господь, Он благословил нас. Чтобы Господь, Он излил свою благодать. Чтобы это благословение, которое мы имеем через это служение, оно было в полной мере. Нам нужно подготовиться. Нам нужно своей стороны что-то сделать. Нам нужно сделать, потому что все мы стоим перед Богом. Все мы ходим перед Богом. Мы не ходим перед человеком. Если я хожу перед Богом, я буду искать того, что угодно нашему Господу. Пусть Бог, Он поможет каждому из нас. Просто давайте будем смотреть в себя. Смотреть в себя, вникнуть в себя. И в Писание вникнуть. И посмотреть, соответствую ли я. Иногда невозможно с братом примириться. Но если возможно, с вашей стороны написано, будьте в мире со всеми. Если это возможно. Возможно, я даже не просил прощения. Не пробовал как-то, не старался. И я сказал, ну, это невозможно. Ну, а делал ли я что-то, чтобы было возможно? Какой-то шаг в сторону брата. Пусть Бог поможет каждому из нас. Я просто смотрю в свое сердце. А мы давайте посмотрим в свое. Но в этой молитве я просто хотел бы вместе с вами прославить нашего Господа. Я хотел бы просто поблагодарить Его за жертву, за победу, за то, что Он сделал для нас. Что мы сегодня на этом месте. Написано, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольствием. Говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это Его церковь. Мы являемся Его церковью. Если бы не Иисус, мы бы не были на этом месте. Не было бы церкви. Поэтому, говорит, Слово Божье, чтобы мы делали это в мое воспоминание, в воспоминание Иисуса Христа. Говорит, это творите в мое воспоминание. Чтобы наш акцент, наш взгляд всегда был сфокусирован на Иисуса Христа. Это очень благословенное служение, когда мы проверяем свою жизнь. Когда мы смотрим, верили мы. Мы находимся перед Господом, в правильном ли мы состоянии. Пусть так и будет. Пусть Бог благословит. Давайте прославим Его. Воздадим Ему славу. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Бог сегодня нас благословляет, и мы рады тому. Слава Богу, что Он верен Своему обещанию. И если мы будем верны Своему, то это будет очень хорошо. Мы сегодня имеем это служение молитвенное, и мы обращаемся в молитве к Господу, и мы читаем Его Слово, и мы поем Псалмы, и мы рады тому, что мы можем быть пред нашим Господом. И Писание говорит нам, вот я прочитаю одно место, 54 глава пророка Исаии, такое призывное слово, которое написано в шестом стишке. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Да оставить нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои и обратиться к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он много милости в славу Богу нашему». Это обращено было народу израильскому. Оно для нас тоже звучит хорошим призывом, что Бог много милостив, и Он милует, как здесь написано, да оставить нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы, и обратиться к Господу, и Он помилует к Богу нашему, ибо Он много милостив. Надежда на Господа. Если бы не Его милость, естественно, то мы бы давно исчезли из лица земли. Еще до пришествия Господа. Я думаю, что Бог бы, как вначале начал судить землю, так бы Он ее до конца истребил бы, если бы не Его милость, если бы не Его любовь. Но сегодня, друзья мои, такое время, когда мы знаем Господа Иисуса Христа, который принес нам святую благодать, который принес нам любовь, Господнюю, Божию любовь. И мы можем сегодня уповать на все то, что Он нам обещал, дает, и обещал дать, и давал. И сегодня наше искание Господа, Писание так призывает, чтобы мы искали Господа. Друзья мои дорогие, как же нам искать Господа? Может, мы подумаем, что мы уже Его нашли, мы Его знаем, и это очень правильно, мы Его нашли, мы Его знаем, Он нас знает. Мы Его дети, рожденные от Него и крещенные Духом Святым. Но, друзья мои, через всю нашу жизнь нам нужно искать не просто, как бы сказать, Бога, которого мы не знаем, а искать близости с нашим Господом. Вот Писание говорит, что ищите Господа, это не значит, что вы не знаете, кто такой Господь, кто такой Бог. Вам нужно искать, чтобы найти Бога и отвратиться от идолу. Это, говорится, народу, который знает Бога. И мы видим в истории Израиля, который так много нам дает примеров, разные примеры, как люди оставляли Господа, или отдельные личности, как весь народ бывало, или как, наоборот, находили Бога и приходили к Нему. Сегодня мы, как христиане, мы научены евангельским истинам. И вот одно из них, это записано, Евангелие и Иоанна, 15 глава, где Иисус говорит о виноградной лозе, и где Он здесь объясняет, что говорит, «Я истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь, и всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, всякую приносящую плода очищает, чтобы больше принесла плода. И вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне я лоза, а вы в ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот это то, что, друзья мои, мы должны искать, чтобы это на нас совершалось. Искать Господа в данном смысле, которым мы должны искать, это то, чтобы, как здесь в Писании, в 4 стихе говорит, «Прибудьте во мне, и я у вас, потому что ветвь не может сама собой приносить плод, если не будет на лозе». И поэтому сегодня, друзья, наша молитва о том, и мое стремление, мое такое понимание, чтобы нам именно находить такой контакт с Господом, чтобы действительно этот питательный сок этой лозы мог питать нас ветвей, чтобы мы могли приносить плод Господу. Иначе бесплодные, как Писание объясняет здесь, отсекаются. А только те, которые приносят плод, то те очищаются, чтобы еще больше принесли плода. Друзья мои, и вот я хотел бы немножко, два примера, вот такие, мне Бог положил на сердце сравнить или показать, два личности, два человека, или можно было бы сказать, мужчину и женщину, которые предстояли пред Господом определенное время, определенном положении. И вот то, что здесь я прочитаю, записано в Писании, как оно потом, естественно, влияло на будущую жизнь, и как, и что побудило, то есть привело, чтобы именно быть этому человеку в таком положении. Это говорится о Равааме. Вот, если читать со второй книги Паралипоменон, 12 глава, немножко здесь говорится о Равааме, и именно, ну, здесь вообще, как книга Паралипоменон или царств, они, похоже, много говорят о царях, и вот, когда написано здесь, Раваам был поставлен на царство, и написано, что царство его утвердилось, это Раваам, сын Соломона, и впоследствии, что Господь здесь пишет, 14 стишок, 12 глава, вот, обратите внимание, написано, и делал он, то есть Раваам, зло, он делал зло, и причина, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Он делал зло. Человек, который, так сказать, знал такую ближнюю историю своего отца, своего отца Соломона, своего деда Давида, более дальнюю историю, вот, Иакова, Исаака, Авраама, Египет, Выход, и тогда все это он знал прекрасно. Вот, и, как, есть здесь такое место, где Давид перед Господом, когда молился, то говорил, что вот такие слова, «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце, и любишь чистосердечие, я от чистого сердца моего пожертвовал все это, то и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся с радостью, жертвует Господи, Боже, Авраам, Исаак и Израил, отцов наших. Сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе». Слава Богу. Правда, какие прекрасные слова. Какая хорошая молитва, это молится Дед Равама. Дед Равама. И Писание вот здесь, как уже дальше после Давида и Соломона, когда говорится о царе, и Бог начал их обличать и укорять, и так дальше, то Писание напоминает, что вот Давид, Давид так был угоден Господу, и был во всем ему угоден, за исключением там. И сразу же Писание говорит, вот то вот случай с Урией. Вот, но все же таки в целой жизни своей, и даже и в том случае, покаявшись, он обрел благоволение Господне и прощение. Хотя, естественно, много ему пришлось и перетерпеть на земле за все, что он сделал. Вот, но вот здесь Писание говорит, что вот уже внук Давида делал зло, не последовал доброму. Потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Получается, что без Господа человек не может делать добро, то есть то, что угодно Богу. И даже и добро, которое бывает в мире, люди считают добром без Бога, оно в действительности часто очень является злом у Бога, хотя у людей добром может быть. И вот другой случай, друзья мои, это записано в Евангелии Луки, я прочитаю случай, который произошел, когда Иисус был приглашен. К одному фарисею записано это в 7 главе Евангелии Луки. «Некто из фарисеев просил его укусить с ним пищу, и он пошел в дом фарисея и возлег. И вот женщина этого города, которая была грешница, узнавши, что он, то есть Иисус, возлежит в доме фарисея, принесла алавастру и сосуд с миром, ставши позади у ног его плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы свои, целовала ноги и умазала миром. И, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. И дальше Иисус, написано, начал с ним беседовать. И обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динарий, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думай, тот, которому более простил. Он сказал, правильно, ты рассудил. Иисус сказал, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь эту женщину, указал на эту женщину Симону. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила ноги моей, волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Поэтому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Иисус сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Слава Богу, прекрасный пример, правда же, прекрасная история. И особенно для этой женщины, которая искала Господа. И мы видим, что она искала Его не только физически, чтобы увидеть Его, послушать Его, или что-либо получить от Него. Написано, что она, в данном случае, пришедшая и ставшая позади, как бы, чтобы быть даже менее заметной, у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами, потому что сердце ее действительно искало и нашло Господа. А мы видим, Раваам не искал. И мы знаем ту историю, как Раваам царствовал. Он очень много отступил от Господа и грешил, и не поступал, соответственно, в Писание Господнего. И так Бог, сильно, как бы сказать, предупреждая, пробовал наказывать вначале не очень строго, и они немножко отстранялись от греха, и Он сразу же миловал, но впоследствии мы видим, они все же таки дальше и дальше уходили от Господа, и Господу приходилось, пришлось их оставить. И вот, друзья мои, когда вспомним Саула, я тоже помню его историю, когда он, будучи помазанным Господом на царство, имел такую прекрасную перспективу быть вождем народа и вести по Писанию народ Божий, отступил тоже от Господа и не ходил, как должно быть Богом. И вот в конце жизни, особенно впечатляюще в конце жизни, когда он вызвал, значит, я, наверное, не буду читать это, как он Самуила вызвал и спрашивал его, что мне делать? Вот в таком я положении нахожусь, что Бог не отвечает никаким способом, ни через пророка, ни во сне, никаким способом не отвечает мне. Друзья мои, как мы думаем, как вы думаете, почему Господь не отвечал ему в такой критический момент? И Самуил говорит, если Господь тебе не отвечает, то что я могу сказать тебе? Одно только скажу, что сегодня ты и твои сыновья будете вместе со мною. Друзья мои, печальный конец, правда же? И поэтому сегодня Господь Иисус дает нам вот это такое величайшее благо и говорит, прибудьте во мне, и я у вас прибуду. Какая взаимность, правда же? Господь мне говорит, что вы должны вот так и так и так. Может быть, я когда-то обращу на вас внимание, но Он говорит, прибудьте во мне, и я у вас. Придите ко мне, и я вас успокою. Возьмите игру мою на себя, научитесь от меня. И поэтому, как ветви без лозы, не могут. Так, друзья, мы должны понять в сердце своё, что мы должны найти такое общение с Господом, что действительно духовная жизнь наша полностью связана с Ним. Полностью связана с Ним. Что у нас нет разрыва. Писание говорит, какой разрыв? Что делает разрыв? Грех делает разрыв. И поэтому, чтобы этого разрыва не было, вот мы как раз и готовимся к воспоминанию страданий Христовых. Вот это, как бы сказать, служение помогает нам настроить наше тесное общение, контакт с Господом, чтобы разрыва этого не получалось. Потому что именно страдания Христовых – это жертва за нас, за наши грехи, посредством которых мы избавляемся от греха, от того, что нас может разделять с Господом, или, может быть, разделяет. И поэтому Писание призывает нас, чтобы мы избавлялись от греха, то есть, чтобы мы освящались. И это условно изображается в этой притче «Ветви и лоза». Мы и наш Господь, слава Богу нашему. Давайте будем искать этого в молитве, обходя сердце своё и направлять сердце своё. Друзья мои, направлять сердце своё, как стакан, который вверх дном не нальёте ничего. Его поставить нужно правильно. Так сердце наше к Господу нашему, и Он и залёт свою благодать. Склонимся к этой молитве. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сёстры. Знаете, мы так много уже слышали слова. И, казалось бы, что можно ещё сказать? Что можно ещё добавить? Но, знаете, когда мы проповедуем Христа, тогда слова не заканчиваются. Слава нашему Богу. Потому что Господь являет Своей милостью, Господь и сегодня явил нам милость, и мы с вами пришли в Дом Божий. Слава за это Богу. Я благодарю Господа, что Он даровал также мне такую милость, и я могу находиться сегодня здесь среди вас. Слава Господу. Знаете, сегодня необычный день. И как уже братья напоминали нам, что сегодня у нас день поста. Сегодня тот день, когда мы постимся, мы молимся перед нашим Господом, мы проверяем сами себя, мы испытываем самих себя, каковы мы перед нашим Богом, потому что в это воскресенье, как уже братья напоминали, будет необычный день. Будет преломление, будем мы с вами участвовать в этой заповеди, которую давал нам Господь. Знаете, очень важно, как уже мы слышали, чтобы мы готовились к этому дню, чтобы мы проверяли свою внутренность, нахожусь ли я в мире сегодня с моим Господом, нахожусь ли я в мире сегодня со своим ближним. Знаете, как обычно мы это делаем, этот день, пятницу перед преломлением, мы молимся, мы постимся. И как для меня лично, то каждая такая пятница, она всегда как-то получается какой-то трудной. Знаете, какие-то проходят трудности, какие-то проходят переживания. И я понимаю, что дьявол, он не спит, он не дремлет. И Писание нам об этом говорит, что он является этим тысячей искусником, и он пытается всячески сбить с пути этого. Он пытается нарушить, может быть, я не знаю, может быть, и вы такое переживаете, но у меня в последнее время, знаете, очень часто такое бывает. Я не думаю, что это какое-то там совпадение или еще что такое, но я понимаю, что есть за этим какая-то сила. Вы знаете, и сегодня ночью я проснулся, у меня была такая тревога за некоторых из моих друзей. И когда я утром уже им начал говорить, когда я им начал это рассказывать, знаете, не поняли меня. Не поняли меня. И я понимаю, что когда мы собираемся, мы часто делаем в своих домах такие, может быть, или чаепитие, или какие-то общения. Но, знаете, такие общества, такие мероприятия, они могут затягиваться очень долго. Они могут, мы можем засиживать и до 12 ночи беседуя там, и все. Но когда дело доходит до молитвы, почему-то она такая короткая. Знаете, почему-то, когда ты говоришь о что, либо о чем, но только не о Боге, почему-то оно идет очень легко, почему-то очень долго идут такие беседы. Но когда начинаешь говорить о Боге, когда начинаешь молиться, почему-то оно мало получается. И, знаете, когда я об этом немножко рассуждал, то меня даже обозвали фарисеем. Знаете, я поначалу как-то даже обиделся, думаю, ну что же это такое. А потом, знаете, думаю, а ведь наше старшее поколение, знаете, их обзывали и баптистами, и штундами, и как хочешь обзывали. Ну, слава Богу, хоть и фарисеи, знаете. Ну, знаете, братья и сестры, я хочу сегодня говорить тоже о нашем Господе, и говорить о том, что Христос делал за каждого из нас. Что Христос, Он... Давайте мы прочитаем, это будет... Я думаю, вы все знаете это место, оно часто читается тоже во время преломления, во время, когда мы готовимся. Это будет Исайя, 53 глава. Я всю главу прочитывать не буду, так как наше время очень идет, но вся эта глава, она очень и очень важна перед нами. Когда мы вникаем, буквально каждый стих, Он что-то открывает. И вот давайте с первого стиха. Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как опроск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, а мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он поражаем был, наказуем и не чужен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония нашим. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. До этого места. И знаете, братья и сестры, здесь в самом начале говорится, такой как бы вопрос задается, «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» То есть, когда говорится это слово, когда говорится это слово, как это и было раньше и сейчас, когда ты говоришь, когда ты людям говоришь о любви Христовой, то задается вопрос, «Кто поверит этому слышанному?» Знаете, а поверит тот, кому действительно открылась мышца Господня. Поверит тот, который понимает, что Господь, Он пришел на эту землю не просто так. Это не было у Него какой-то vacation или отдых, но Он пришел на эту землю с определенной миссией. Он пришел сюда не для того, Писание говорит, чтобы Ему служили, но чтобы Он послужил людям, чтобы Он послужил каждому из нас. И мы читаем в Писании, что Господь, Он открывает нам через эти пророческие слова, через пророческие стихи, что Он, когда пришел на эту землю, то Он был презрен и умолен перед людьми. Люди не видели в Нем ничего особенного. Люди не видели в Нем никакого там уж царя или какого-то освободителя. Они не узнали своего Спасителя. Для них Он казался обыкновенный Сын Плотника. Все знали, откуда Он пришел и тому подобное. И люди почему-то не имели ту веру в Него. Именно та вера, которую мы сегодня тоже с вами слышали. Почему-то Христос, Он пришел, и здесь написано, что и мы видели Его, но не было в Нем ничего, чтобы нас привлекало. И Писание дальше говорит, что Он был презираем, и люди ни во что Его ставили. Никому не было дела до Него. Но, дорогие братья и сестры, смотрите, что Он сделал. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. «Слава за это Господу!» А мы думали, что Он был поражаем и наказуем, что Бог его отверг. Но мы видим, что Господь его поднял. Что Христос, Он умер, но Он и в третий день воскрес. Слава Господу! Он сделал то, что никто не мог до и после Его сделать этого. Он сделал такую великую жертву, что Писание говорит, больше уже не нужно никаких кровительцов или козлов. Больше не нужно приходить к священнику и просить его молиться о твоих грехах. Но сегодня каждый из нас, мы можем лично, один на один поговорить с нашим Господом. Потому что мы понимаем, что кровь Иисуса Христа, как здесь написано, она очищает нас, она дает нам эту свободу, слава Господу. И дальше мы читаем, что за наши грехи, и Он принял на нас, на себя наказание нашего мира. И ранами Его мы исцелили, слава нашему Господу. И поэтому мы приходим к нашему Христу, к нашему Богу. И мы знаем, что в ранах Иисуса Христа есть не только душевное, а также и телесное исцеление, слава Господу. Но нужно, чтобы всякий приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает слава Господу. И каждый раз, когда мы приходим перед Его лицом, каждый раз, когда мы стоим, и мы принимаем эту чашу, мы вкушаем этот хлеб, это не просто какая-то традиция, это не просто какой-то обычай, но это нечто большее, потому что мы верим, что это есть преобраз тела Христова, это есть преобраз крови Святого Господа, слава нашему Богу. И дальше Писание говорит, что Он истязуем был за нас с вами, Он страдал, и Он страдал добровольно, и Он даже не открывал своих уст. И здесь такой есть преобраз, что Он был как та овца, которую вели на это заклание, и она молчала. И так же самое, братья и сестры, наш Господь. Вы знаете, Он, когда страдал, Он не пытался что-то поменять. Да, Ему было тяжело, и даже был один момент в Его жизни, когда Он говорил, что, Отче, если возможно, пусть минует эта чаша, но будет не Моя, но Твоя воля. И мы знаем, что Он покорился воле Своего Отца, и Он сделал то, для чего Он пришел на эту землю, слава нашему Богу. И Писание говорит, что мы с вами теперь будем участниками этих Его страданий. Но давайте еще прочитаем один стих с этой же главы, 12 стих. Здесь записаны такие слова. «Посему Я даю Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был тогда, как Он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Если мы обратим внимание, здесь написано, что Он понес на себе грехи многих. Знаете, братья и сестры, здесь, к большому сожалению, не написано, что всех людей, но многих. Почему так написано? Я так и думал над этим местом. Знаете, к большому сожалению, не все люди, они примут эту жертву Христа. И потому здесь так говорится, что многих, но не всех. Оказывается, найдутся те люди, которые, они будут слышать это слово, но они не захотят его принять. Они не веруют, они не смогут принять Иисуса как своего Спасителя, и поэтому эта жертва, она будет напрасная. И поэтому я, когда читаю эти места, я раздумываю, я проверяю сам себя, Господи, а не будет ли Твоя жертва напрасна за меня? А каково мое состояние сегодня перед Тобою? А проверяю ли я себя, Господи? А как я хожу перед Тобою? Являешь ли ты сегодня моей опорой или нет? Вы знаете, многие люди, они могут разочаровываться в Боге. И когда спрашиваешь у них, почему ты в церковь не ходишь? А, я там соблазнился на проповеднике, или я соблазнился на пастыре. Ну так сам себе логически думаешь, а при чем тут этот проповедник? При чем тут этот человек, когда ты идешь и ты служишь Богу? Почему люди сегодня могут так легко соблазнить? Почему люди могут сбить? Как начали мы приходим перед этими людьми. Но мы ведь должны понимать, что мы приходим перед Богом живым. Что люди могут нас предать. Что люди могут нас не понять. Люди могут нас расстроить или огорчить, или обидеть. Но Христос, Он этого никогда не сделает. И Он доказал, братья и сестры, что Писание говорит, и мы много читаем таких мест, где Господь, Он сделал нечто необычное. И вы знаете, Иоанн остался верным своему слову. Слава за это Богу. Исайя 59 глава написано такие слова, что вот рука Господня, она не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. И мы приходим перед нашим Господом, и мы имеем не какие-то переживания, может быть, какие-то тягости. Может быть, что-то есть в нашей внутренности, что нас томит или тяготит. И мы знаем, что Господь, Он может нас понять. Мы знаем, что Его рука, она не сократилась, чтобы спасти. Мы знаем, что ухо Его, оно не отяжелело, чтобы нас выслушать. Знаете, братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы каждый из нас сегодня уповал на нашего Господа. Чтобы мы понимали, что только в Нем наше спасение. Что никакой человек нам не даст то, что даст нам Господь своим Духом, Святым. Слава Богу. И знаете, в этот день такой день поста, чтобы каждый из нас задумался над кровью Христа. Ведь Он пролил эту кровь за каждого из нас. И чтобы мы сегодня старались со всем своим старанием, всем своим желанием идти в Дом Божий и искать Его лица. Когда мы что-то в своей жизни хотим приобрести, когда мы ставим какую-то цель, что мне нужно что-то купить, и мы понимаем, что у нас не хватает финансов, мы начинаем собирать деньги, мы начинаем копить, мы начинаем трудиться, мы определенное время, может быть, это делаем. И знаете, когда приходит тот момент, когда мы все-таки покупаем то, что мы хотим, то ведь мы дорожим этим, правильно, братья и сестры? Мы дорожим, потому что мы приложили немного, довольно немало труда в это дело. Мы много, может быть, копили, в чем-то себя ущемляли, в чем-то себе не давали что-то, чтобы достичь той цели, когда мы можем что-то купить. Но посмотрите, братья и сестры, спасение, оно было дано нам совершенно бесплатно. Мы не трудились за этого, мы не висели на кресте, мы не проливали свою кровь, но Христос уже все сделал за каждого из нас. А когда нам что-то дают бесплатно, вы знаете, у нас не сильно оно такое, не сильно у нас оно и дает нам какую-то важность, потому что мы не работали над этим, мы не потели над этой вещью, нам дали ее бесплатно, и знаете, мы не сильно ею дорожим. Но когда мы посмотрим на спасение, которое дал нам Господь совершенно бесплатно, то здесь уже нужно задуматься, братья и сестры, потому что очень часто проявляется эта небрежность, очень часто проявляется такое состояние, когда человек говорит, «А я хочу, иду, а хочу, не иду на собрание, а хочу, участвую, а хочу, не участвую», потому что нету той разницы в его сердце. Он не чувствует той разницы, что если я пропустил один или два или три преломления, потому что нету того свободы в душе его. Вы знаете, хотелось бы, чтобы мы понимали, что та цена, которая была оплачена на Голгофском кресте, она весьма велика. Она настолько велика, что нам этого даже не понять, что это кровь святая, это тело Христово, которое было бито за нас, эти страдания, которые Он понес, этот позор, этот стыд, эти плевки, вы знаете, это все, что было, это предательство в его жизни. Он все это понес, не для того, чтобы что-то там доказать кому-то, но для того, чтобы ты и я сегодня мог быть на этом месте. Слава нашему Богу! И мы сейчас будем молиться, братья и сестры, и знаете, есть над чем задуматься. Мне лично есть над чем задуматься. И вспоминаются слова Давида, когда он говорил, в 26-м псалме написаны такие слова, что «одного я просил у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Знаете, Давид, он не просил какой-то славы, он не просил какого-то там величия, или какой-то сверхъестественных там богатств, или какой-то, я не знаю, имени какого-то своего, но он говорил, что «одного я прошу у Господа, чтобы мне пребывать в Доме Господнем». И да поможет нам Бог, братья и сестры, чтобы мы тоже, как Давид, дорожили этим, чтобы мы понимали, что ничего в этой жизни, оно не заменит любви Господней. Ничто в этом мире нам не даст тот мир божественный, который дает только Господь, который превыше всякого ума. И люди этого мира, они его не могут понять, но мы с вами блаженные, потому что мы понимаем это, потому что мы переживаем это, и мы знаем, что в Господе, братья и сестры, все легко, слава нашему Богу. В другом псалме Давид говорит, что «возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий, слава Господу». И тоже хотелось бы, чтобы каждый из нас имел эту черту его характера, что когда нам говорят, или когда мы слышим, что сегодня будет молитвенное служение, или сегодня, какого бы то ни было служение, но мы слышим, что там будет молитва, чтобы мы бежали туда, чтобы мы возрадовали, чтобы мы делали все возможное и невозможное в своей жизни, но чтобы прийти на то место, потому что Господь здесь, слава нашему Богу. И Господь, Он слышит наши молитвы, и Он видит наше сердце, Он видит, каким сердцем мы на этом месте, и да поможет нам Бог, братья и сестры. И давайте в этой молитве мы Его поблагодарим, мы Его прославим, и мы проверим себя, каковы мы перед нашим Богом. Аминь. Аллилуйя.